Накануне Нового года в Могилёве прошел конкурс декоративно-прикладного искусства «Коляровая скорбунка», в котором юные мастера, учащиеся в художественных отделениях детских школ искусств Могилёва в возрасте от 7 до 16 лет, представили свои работы в различных видах декоративно-прикладного искусства. Итогом проведения конкурса стало открытие рождественской выставки «Зимняя фантазия», где участники конкурса представили лучшие работы. Творчество наших детей, оно безграничное. Каждый год приносит нам совершенно новые работы, новые результаты. И мы видим, что наши дети любят наш город, любят свое детство, любят то, что они делают своими руками и получают от этого удовольствие. Поэтому прекратить этот конкурс мы никогда не сможем. Вытянанка, керамика, батик, куклы и игрушки. Декоративная объемная композиция в различных техниках. Все это представлено в экспозиции. Для жюри конкурса было не просто определить победителей. Каждая работа была по-своему прекрасна. Но все же лауреатов определить удалось. На торжественном открытии рождественской выставки были награждены лучшие авторы. Работы у меня было, конечно, много. А расскажи, ты заняла какие-нибудь листа? Да, я заняла первое место. В ней забежен лев, разные всякие города, поселки, наша ратуша. А кому ты посвятила свою работу? Нашему Могилеву. В конкурсе я решила принять участие из-за того, что попробовать что-то новое, попробовать себя в какой-то новой области кукла. Для меня это очень необычно. Ну, не знаю, в новой области. Этот год последний. И, наверное, уже таких конкурсов, как коляровая скорбонка, не будет. Может, какие-то будут конкурсы весной или ближе к лету. Но, конечно же, продолжать рисовать и в последующей жизни когда-нибудь попробовать поступить по рисованию – это для меня очень важно и очень хорошо будет. Я в этом конкурсе участвовала впервые, а так я много участвовала. Вот это у моего батика я заняла второе, а я собак рисовала, заняла первое. Это нарисована собака моей сестры и кот моей сестры. Детская рождественская выставка стала первой экспозицией в городе в новом году, что, по словам организаторов, является добрым знаком. Зимняя фантазия будет работать в городском выставочном зале в течение месяца. Так что у ценителей творчества есть еще время заглянуть и прочувствовать всю теплоту детских сердец. Алина Бабурка, Леонид Секорин, Второй канал.